И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня я записываю тот ролик, который ждали очень многие, которые просили меня рассказать, что, как произошло на ивенте Охота за звездами, почему произошел конфликт с Миксом и каким образом вообще все это родилось. Я попросил вас набрать 100 лайкосов, если вы захотите именно, чтобы я рассказал всю эту предысторию, рассказал, почему произошел конфликт, что вообще произошло в принципе, вы набрали эту сумму, ну и я наконец-таки записываю этот ролик, это уже точно последний ролик по Миксу, никаких больше там не будет обзоров, как он там говорил, типа, все крутится вокруг него, все хайпится за счет него. Я могу сказать, что он был просто ключевым игроком, можно таки сказать, про которого я, как и про других, просто рассказывал в своих обзорах. Ну, сегодня не об этом, пройдем по порядку вообще, по хронологии именно данного ивента Охоты за звездами. Все уже знают итоги, Жека Микс занял второе место, Адвокат занял первое, Кимков ТП занял четвертое и Аветис Мергелян взял третье место. Вот такой у нас был порядок, то есть Микс второе и наше трио первое, третье, четвертое. Катка тут заканчивается, я просто на заднем фоне сейчас какую-нибудь каточку залечу, да и все, в принципе. Сегодня со мной никого на голосе нету, если честно, я хотел, чтобы хоть кто-то был, чтобы, если что, кто-то добавил, потому что я могу сказать, что-то не так, что-то неверно. Потому что я сам, вот сейчас я говорю, я сам не набивал эти звезды, единственное, я потратил последние три дня на помощь набития звезд именно Адвокату, чтобы он удержал эту позицию. Просто помогал ему набивать звезды в трио и все. А сам я не набивал, не задавался себе такой целью и, в принципе, ребятам сразу же, в первый день данного ивента сказал, вы что, больные? Вы что, долбанулись? Зачем вам набивать, если там, например, у микса есть какая-то определенная цель, там, заработать деньги это нормально, как для стримера, который просто для своей аудитории делает рейтинги и хочет поднять с этого нормальные деньги. В принципе, это окей, все понятно, но зачем вам набивать звезды? Я сказал им это, сказал, что это будет очень тяжело. Ну ладно, эти долбанутые, я по-другому тогда их не называл, люди начали набивать эти звезды. Ну и фиг с вами, начали набивать и набивать. Что прошло у нас в первый день? Микс задался хорошей целью, проиграл в игре из 24 возможных часов около 16-20. Около этого он проиграл. Мои ребята проиграли буквально где-то с полудня до часов так 12 вечера. И, в принципе, ушли спать. Микс остался на первом месте. И, в принципе, ничего такого не было страшного. Ребята поднимались в топ-10. Стабильно играли днем. Второй, третий день. Ну а Микс старался играть по максимуму, старался отрываться. И уже была у него эта цель заработать первое место и сделать то, что он, в принципе, хотел сделать. То, что он хотел сделать, я, в принципе, все знаю. Но самое интересное произошло дальше. В четвертый или пятый день, если я не ошибаюсь, произошел такой вот казус. То, что ребята, как всегда, набивали днем звезды. Они всегда, ну, то есть, не днем, а, ну, в нормальное время суток они набивают звезды. Ночью они спят. И, в принципе, ничего тут такого удивительного нету. Им этого, в принципе, хватало. Им не надо было там жестко задротить. И все было окей. Они играли и играли. Микс уделял внимание именно набитию звездам где-то в раза два больше. Так как у него количество звезд набиралось намного медленнее, чем у этих ребят. И все это знают. Я во многих видосах говорил, что скорость набора звезд у моих игроков намного быстрее. Потому что они играют трио. Они играют максимальное вооружение. Но у Микса с этим делом поначалу пошло очень хорошо. Первые два дня, когда звонка начала расти, он набивать все это дело быстро-таки не смог. Сейчас я проверю. У нас все идет. Да, все четко идет. И в четвертый или пятый день данного ивента, не помню точно, если бы вот ребята были, сейчас бы они бы сказали точно, произошел вот такой вот у нас казус. Ребята, как всегда, набивали в дневное время, то есть в нормальное время, блин, набивали звезды. И адвокат решил, почему бы ночью не посидеть, у него там было определенное время. Ну, понятное дело, он задротил как мог. И я не знаю, в принципе, я не знаю, зачем такой целью он себе задавался изначально. Не знаю, зачем столько было играть. Ну, играл и играл, в принципе, это его право. Он хотел, играл, хотел, не играл. В итоге он проиграл до рестарта. А с утра оказалось так, ну, с утра он доиграл до рестарта, пошел-поспал там определенное количество часов, не знаю. Ну, и потом дальше начал уже набивать эти звезды. Так же самое. А у Микса произошла такая ситуация. Он днем набивал звезды, ночью ушел спать. И потом получилось так у него то, что он появился в игре только к полудню. Адвокат уже обогнал. Начал жестко отрываться. Ну, как отрываться, там где-то 200-300 звезд уже было отрыва. Пацаны мои там были чуть ниже. Набивали звезды, все их всех устраивало. Потихоньку били, я говорил, ну вы задроты. Заходил к ним только к Амфу там буквально на минут 5-10 чисто так спросить, как у вас идет, как нормально все. Они говорили, да, все окей, задротим. Я говорил, задроты тупорылые, молодцы, играйте дальше. Ну и, конечно, всегда я им задавался вопросом, зачем вы столько бьете. Я понимаю, что типа там фриз хт, окей, ну молодцы, набивайте дальше, окей. Это их право, я никого не осуждаю. Только задавался вопросом, зачем вы это делаете. Ну, я же не могу им сказать, не бейте звезды или еще что-то в этом роде. Это их право, они это делают. В этом плане всем, я думаю, все понятно. Ну и произошло в этот день самое интересное. Жека Микс проснулся или не знаю там откуда пришел. И увидел такую вот ситуевину, которая произошла. Адвокат его обогнал. Он сразу же сгорел, конкретно сгорел. И сказал, типа, что, блин, ему надо первое место. И они написали Рафу в этот, как его, в ВК. Написали Рафу в ВК. Мол, типа, Раф, зачем там твои ребята бьют эти звезды? Если у них нет там никакой цели, то пусть отдадут там первое место. В принципе, о всем этом Микс говорил, типа, да, как все было, окей. Но самое интересное произошло в этот момент. В этот день написал он это сообщение Рафу. Не знаю, когда написал вот Сеня именно Рафу данное сообщение. Но Раф ответил адвокату только вечером. И сейчас вот я даже открою пруф. Блин, я забыл подготовить. Сейчас я быстренько его открою. Где он у нас? Где у нас он? Ну и вот самое интересное произошло именно в этот момент. Сейчас я его быстренько на видосике открою. Вот он самый жесткий нагибаторский моментик. Где написано, как Сеня написал, передай там им, чтобы перформанс не портили. Им пофиг на какое место, а нам принципиально. Нам нужен один аккаунт, который уйдет после ивента в бан. Им надо было первое место. Если что, пусть мне напишут, я объясню. Адвокат не ответил, а прочитал это сообщение где-то в 7 часов вечера. А Раф именно отправил ему это сообщение в 6. Тогда как у микса уже в 6, если даже не раньше часов, начался стрим в этот день. И по ходу этого стрима, я в частности и вся моя команда получила просто нереальнейший хейт со стороны Жеки Микса. Он бомбил так, как будто, я не знаю, как будто, ну это был последний там, не знаю, его день там в игре или что. Я не знаю, ну как можно так сгорать жестко, ну сгорал просто, ну пипец как. Его бомбило очень жестко. И он был недоволен тем, что ему не дают первое место. Когда этого сообщения еще вообще никто не видел и никто про него не знал. Вот вы просто представляете, да, вы играете в игру. И вдруг вас просто чмырят, как последнее дерьмо. Просто чмырят, как говнище. Типа, вот вы там дебилы тупорыл. Но я не буду тут сейчас материться, это не в моем стиле. Типа, вы там вообще просто самое говно. А я вот такой вот, и вы мне не даете. Я понимаю, что у тебя есть аудитория. Я понимаю, что у тебя есть ребята, которые потом будут хейтить. И это все окей, адекватно. Но, сука, даже еще этого никто не видел. И никто еще про это не знал. Если бы вы хотели, вы бы сами написали бы, нашли бы контакт даже через мой ютуб канал. Нашли бы контакт, отписали бы мне. Так как я с ребятами, ну, уже ближе намного общаюсь, чем Раф. Раф у нас просто играет турнир, он не играет ничего такого. Он, в принципе, занят своими делами. И он к этому вообще не имеет никакого отношения. То есть можно было написать напрямую. Можно было это сделать. Ну и в этот замечательный день, вечером, я написал название стрима. Что-то вроде типа стримим стоп-1. Набивал тоже там с ними звезды. Начал уже, был пятый или шестой день, да, вот этого ивента. Походу пятый был. И я уже тоже набивал звезды потихонечку. И решил именно провести стрим с ребятами, покатать, поугарать. Ну и вот такая вот ситуевина произошла. В итоге микс скидывает ссылку у себя на стриме на мой стрим. И мне завозят дизы. Я. Ну и происходит самое-самое интересное. Когда завозят дизы, завозят хейт. Но никто не понимает, из-за чего такой хейт. Я говорю, что типа, гон на голос там, туда-сюда. Давай обсудим все это дело. В итоге нам никто ничего не скидывает. В итоге вливается еще больше хейта, еще больше всякой дизморали. И в итоге мы никакого конкретного ответа не получаем. Нам никто ничего по этому поводу не отвечает. И это уже начинается как вызов. То есть тебя опускают. По сути, ни за что тебя опускают. Когда можно было адекватно просто расписать, рассказать, пообщаться. И все бы решили просто спокойным, мирным способом. Но этого никто не захотел. А понятное дело, когда на тебя уже просто влили кучу говна, никто не будет уже с тобой разговаривать. Ты уже сказал, хотя никто этого не знал. Ты сказал, ты сделал, а потом ты хочешь, чтобы тебе отдали первое место. Никто тебе уже не будет это делать. Тут сидят не такие ребята, которые типа, а да, это же Микс, это же Микс, давайте ему отдадим. Почему тебе должны это делать? Окей, если бы это было бы все адекватно. Окей, если бы никто не получил никакого, никто бы не вливал никакого говна, а сразу бы нормально с ребятами пообщались. Все бы решили, вообще никаких проблем бы не было. Просто адекватно решить конфликт, это окей. Это все четко можно сделать. Но получилось, как получилось. Получили кучу дерьма в свой адрес. И ничего интересного больше не было. Адвокат, человек очень принципиальный. И когда он получил столько хейта в свой адрес, понятное дело, что у него стал принцип забрать первое место. И не отдать ему больше вообще никак Миксу именно это первое место. И это было адекватным решением. И это было понятно, почему произошло именно так. Почему продолжил адвокат нагибать. Дальше уже все, кто мог из нашей именно конфы, все, кто мог, уже помогал. Уже помогал набивать. И это было окей, адекватно. Сейчас я быстро обновлю. Обновлю, обновлю, обновлю. Чтобы на фоне хотя бы у нас тут что-то было. Клеен танковый лагает. Ну ничего страшного. Ну и все, в принципе. Что касаемо именно Микса, я думаю, на этой теме надо, в принципе, заканчивать. Всем все понятно. Адвокат занял первое место. Микс не добился того, чего он хотел. И то, как он высказался в своем ролике. Но я не могу не ответить на это, потому что там очень много неверной информации. Насчет именно вот того, как произошел этот конфликт. Он описал его с той стороны, с которой ему было выгодно. Ну и это понятно. Поэтому, ребят, я думаю, что каждый для себя, кто еще не знал все эти истории. И кто не знал, как это все произошло и почему так именно произошло. Сейчас уже имеют свою точку зрения. Не надо смотреть ни на кого. Думайте сами. Думайте, приходите, смотрите. Роликов было очень много. Очень много было интересного, чего сказано по этому поводу. Все это было, все сделали. Но, увы и ах, произошло то, что произошло. Поэтому как-то так, ребят. Спасибо, что посмотрели данный ролик. Я думаю, что после этого уже никаких вопросов ни у кого не будет. Но у кого остаются вопросы, тот просто придерживается с твоей точки зрения. И продолжит делать то, что он делал раньше. Всем спасибо, всем удачи. И всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok